Апостол вертается в Могилю. Новый каштонный экспонат музея истории Могилёва презентуется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другара Спиридона Соболя. Дата выдання 1632 год. До этого часа у Могилёві не было ни водного особника книг Спиридона Соболя, как и уродженец Могилёва. Тепер же его апостол вернулся у родный город. С дымочной группы телерадио компания Могилёва показали каштонный экспонат на передадне презентации. Субтитры создавал DimaTorzok Так само была такая эйфория того, что ты робишь ту исправу, яка повинна быть здействована и так, как она повинна быть здействована. У першые дни снежня почнется монтаж галунной елки в области. На установку специалистам спотребится каляты дня. Вышиня новогоднего древа на площади Ленина складе 36 метров. Это металличный каркас, який заполняется натуральными елками. Их спотребится не меж за 130. Звычайно, у Могилёвским лесгасе выбирают древцы загадя. Конструкторы центральной елки региона обецают, что сё лето прыгажунь будет больше пухнатая. Оформлением иллюминации займается Могилёвское предприемство «Гарсвятло». Зараз тут проверяют процесс дольности и безпеку гирлянд, який упрыгожит древо. Увеншая новогоднюю гостю синяя мигатливая зорка, якую складывают с великой колькости святло дойдов. На елке на площади Ленина у нас размещено 20 гирлянд по 30 метров. Это одного вида. И где-то порядка полутора километров гирлянд второго вида. У нас используются четыре вида. Это жёлтый, зелёный, красный и синий лампы. И плюс отдельно это светлые белые стробы. Гирлянды подключаются на контроллер и у нас получается порядка 18-20 программ. График работы у нас будет как и наружное освещение. То есть в тёмное время суток будет она включаться. Днём иллюминация у нас будет отключаться. Сто удельников из всех кутков Могилёвщины. Областный форум молодых специалистов у першиню прошёл в регионе. На встречу проехали те, кто сёлитый отрымал своё первое працонное место. Его выником может стать заявление у регионе Совета молодых специалистов. На форуме побывали и наши корреспонденты. На встречу молодых специалистов у Могилёв приехали представники самых разных профессий. От культуры до сельской господарки. У минулом засталось и студентское житё. У летку усе отрымали працу. По распределению попала в свой родной город Белыниче в редакцию районной газеты «Заря над рутью». Чем я, собственно, очень довольна. Работаю заведующей отделом писем. То есть провожу прямые линии телефонные. Также ко мне приходят и на приём граждане. Отвечаю на их вопросы. Работаю в Быховском районе, в деревне Слюдюки. Там же в сельском хозяйстве. СПК Слюдюки. Бухгалтером. В сельской местности жить нравится. После учёбы в Могилёве очень радует природа. И, в принципе, сама атмосфера деревенской жизни. За два дни форума ягоудельники сустракались с керауництвом в области. Все делились своим опытом уладкования на первом проценном месте. Обмерковывали актуальные для молодых специалистов темы. Представьте себе. Мне, допустим, от моего родного дома, то есть от Орши до Ходимска, это 250 километров. То есть далеко от родителей, никакой, грубо сказать, поддержки. А сейчас нормально прижился. То есть нормально, можно жить, можно работать. Главное, чтобы была любящая работа, чтобы кто-то дома ждал. А остальное – это всё мелочи, они вообще переживаются. К нам приходит порядка 100 человек ежегодно молодых специалистов. Мы принимаем все меры для того, чтобы каждого специалиста трудоустроить, найти ему рабочее место согласно специальности, обеспечить жильём. Сталь закаляется в огне, так и специалист должен закалиться в проблемах, трудностях, испытаниях, сложных условиях. Только тогда он может через определенные годы родиться действительно с него хороший специалист-технолог. Кировничество в области чекает от новых кадров свежих и прогрессивных идей. Для ГЭТГа старшиня Абл Ваканкама Владимир Дыманьевский пропонувал створить в регионе совет молодых специалистов. А подобный форум плануется сделать традиционным. Дарья Семянько, Илья Соболю, Виталь Алексеенко, Новины региона. Установлены больше 140 имён командиров и солдат 214-й поветряно-десантной бригады. Амальгот активисты клуба «Викру» разбирали документы 1941 года, которые были найдены в Осиповицком районе, в лесном колодеже. Теперь начался пошук родных этих десантников. Семья десантников, они как ушли в 1941 году, призваны на войну, 22-23 июня призваны, и всё. И они ушли неизвестно куда. Ни часть неизвестная, ни населённый пункт, где там базировалась часть. Теперь мы знаем, что они были у нас здесь, в Могилёвской области. 214-я поветряно-десантная бригада перед войной наличивала 2,5 тысячи человек, у докладняя военных историк Миколая Борисенко. Кап списы особистого складу не трапили у руки ворогу, а они были только при штабе части у одином экземпляры, десантники их знищали, тиховали. Будь гэтая были знойдены мясовым жахаром у лесным колодежи. У Осиповицком районе годов 15 тому. И только сё лето трапили дави и круцел. Документы были намочены, а потом высохли и слипли все. Вот можно посмотреть по этой книжечке, какое у них состояние было. Вот она. Ничем её, кроме как механически, не разорвёшь. Это бланки пустые. Документы, да, в основном такие были, склеенные, поэтому приходилось часами их разделять швейными иглами, спицами вязальными. Ну, там, при помощи раствора специального. Ну, всё, что удалось, то вы идите на столе. Прочитаны фамилии 142 командиров и рядовых десантников, которые вступили в войну здесь у нас на территории Могилёвской области. Это, повторюсь, единственные списки, которые сохранились по этому соединению. И 214-я воздушно-десантная бригада стояла у истоков создания десантных войск. Десантных войск в массовом количестве. Теперь по военных архивах можно просочить лёсы гэтых десантников. Стало вядомо, некальки человек с гэтого спису загинули у 1942 году в районе Вязьмы. По остатних работы протягиваются. Так само отшукывают и родных гэтых людей. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов. Новины региона. Наши новины доступны на сайте tvrmogilov.by у социальных сетках. А я с вами развитываюсь. Дякую за увагу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова